Продолжение следует... Возведен ряд важнейших социальных объектов школ, больниц, детских садов. Благодаря чему этот проект стал возможен и как будет проходить его реализация, мы обсуждаем сегодня с заместителем председателя правительства по социальной политике Натальей Никифоровой. Наталья Григорьевна, здравствуйте. Добрый день, Нина. Наталья Григорьевна, я думаю, я не погрешу против истины, если скажу, что реализация данного проекта – это тот самый случай, когда, можно сказать, не так важен подарок, сколько важно внимание. Мы так долго ждали этого внимания, мы так долго думали, ну когда же вот то, что Россия с нами, вот эта мысль приобретет реальные очертания, как я уже сказала. Вот почему, по вашему мнению, только сейчас? Почему так долго ждали, так долго запрягали? Что стало тем толчком, который позволило дать такой рывок? Ну, если позволите, начну немножечко не с прямого ответа на заданный вопрос. Потому что к хорошему быстро привыкают, и мы как-то уже привыкли к ежегодной гуманитарной помощи со стороны России, которая идет целевым назначением для всех пенсионеров, для всех детей начальной школы на усиление питания, для всех пациентов больниц на усиление питания. И уже как бы к этому мы уже это и не считаем. То есть это уже как бы норма, и мы как бы даже и не оцениваем, и забываем иногда сказать спасибо. В России новый проект воспринимаем, что наконец-то. На самом деле не наконец-то, конечно, безусловно, это продолжение российского вектора по поддержке соотечественников, проживающих на территории Приднестровья. Но то, что этот проект не просто внимание, а очень масштабное финансово емкое внимание, то, что он затрагивает самые острые социальные сферы, которые требуют кардинального вмешательства и выведения на новый качественный уровень, говорит о том, что действительно несколько, наверное, изменился и подход Российской Федерации к нам, и видение того, как с нами можно сотрудничать. Я надеюсь, что это связано с тем, что к власти в Приднестровье пришла новая команда людей, которые видят по-новому, которые достаточно мобильны, которые умеют четко, ясно и прозрачно реализовывать свои обещания. Думаю, что, наверное, наши российские коллеги наверняка смотрели, анализировали то, как мы работали в 2012 год. И вот 2013 год не замедлилась казаться таким серьезным очередным проектом, который, по сути дела, станет не только поддержкой, но и испытанием тоже новой команды на мобильность, на умение оперативно работать. То, что мы видели и рассказывали, мы в том числе, как информационщики, о подписании этих проектов, понятно, что это финальный этап той, я уверена, огромной работы, который был проделан за пределами видимости камер. Расскажите о нем. Сейчас уже, наверное, можно говорить о том, как проводились эти встречи, как выстраивались вот эти взаимоотношения, как определялся перечень тех объектов, которые сейчас будут возводиться. Расскажите об этом подробнее. С удовольствием поделюсь с вами и со всеми, кому это интересно. Безусловно, на наш взгляд, этот проект уходит основанием своим в назначение вице-президента Российской Федерации Дмитрия Олеговича Рогозина специальным представителем президента России по Приднестровью. Его визиты сюда, которые завершились вот такой конкретикой, конкретной программой, безусловно, позволяют надеяться, что представитель по Приднестровью – это не просто название, это не просто представитель, ну, может быть, не очень корректную параллель проведу, но не просто представитель по правам человека от ООН, который может проанализировать и дать полезные советы, но это тот человек, который не только полезные советы дает, но и благодаря его непосредственному участию формируется и реализуется очень серьезная программа. Финансирование было выделено в концу первого квартала 2013 года России, об этом стало известно руководству Приднестровья, и началась подготовительная работа. Могу сказать, что подготовительная работа была на протяжении, ну, не более чем одного месяца, то есть приехали коллеги наши российские сюда, мы показали им все возможные объекты, я скажу, что их было намного больше, они проанализировали ситуацию, проанализировали то, что мы им предложили взять в качестве первоочередных объектов социальной сферы, народного хозяйства объектов, уехали обратно, посоветовались, проанализировали все, и 9 мая Дмитрий Олегович Рогозин объявил перечень объектов, которые будут профинансированы по строительству в этом году. Могу сказать, что было несколько принципиальных вещей, которые обозначала российская сторона. Первое. Эти объекты должны быть абсолютно новыми, то есть они должны быть построены, а не реконструированы. То есть тут наш подход, когда мы латали дыры, вот даже ту гуманитарную помощь, которую с начала года мы получали, мы ее использовали на то, чтобы подремонтировать. Здесь совершенно другая история. Совершенно другая история. И можно уже теперь говорить, что, наверное, абсолютно правильная, потому что, да, конечно, мы достигаем эффекта, то есть мы большее количество объектов отремонтировать. Но то, что они не станут совершенно новыми, инновационными, с использованием новых технологий и новейшего оборудования, это тоже факт. Потому что в старые стены, в формы старого здания, которое спроектировано в середине прошлого века, уже невозможно инфраструктуру внедрить современно. Да и прослужат они долго, если это будет новое здание. Конечно, и прослужат реконструированные не более 10-15 лет, а новое здание, ну, как минимум, на полвека, оно строится вперед. Но не только новое здание, но это должно быть то здание, которое будет построено на месте уже функционирующего. То есть если мы, например, берем детский сад в селе Суклея, то его половина работает, а вторая половина не работает. Не работает она законсервирована, потому что она в непригодном состоянии. То есть кадры есть, руководящие работники есть, бухгалтерия есть, то есть вся инфраструктура есть. Значит, она не ляжет дополнительно на бюджет Приднестровья. То есть вот эти моменты тоже продуманы. Точно так же Рыбницкая школа номер 6. Это не просто построить новую школу и запустить, чтобы функционировала старая, а рядом еще новая школа. И тогда бюджет утяжеляется тем, что поддерживает функционирование старого непродуктивного здания, коллектива, сотрудников, и набирается еще один дополнительный коллектив. То есть увеличиваются мощности уже существующего путем строения нового, но при сохранении бюджетного финансирования, которое было. Да, безусловно, мы понимаем, что, возможно, дополнительные ставки будут введены, потому что будет больше групп, например, для детей. Но это не означает, что надо полностью по новой набрать весь обслуживающий персонал, сторожа, дворника и так далее. То есть вот эти очень рациональные с экономической точки зрения подходы были обозначены в качестве приоритетных. То есть они учитывали в том числе возможности нашего бюджета и рационального его использования максимально без давления на него. Да, поэтому когда мы встречаем на сегодняшний день уже некое непонимание, а почему сносят, почему, как это можно снести здания, которые... Нам жалко, нам кажется, давайте вот рядышком еще построим, а это пусть будет. Безусловно. Безусловно, что нам жаль. Но, с другой стороны, наверное, жалеть приспособленные под детские учреждения здания или построенные в свое время, ну вот, как если говорить о Суклейском детском саде, это детский сад, который строил колхоз. Собственно говоря, этот детский сад не имеет даже проектно-сметной документации технического паспорта, он не имеет, потому что это было колхозное здание, которое построено было без всяких там особых требований санпинов и так далее. Из того, что было, его соорудили, приспособили и детей как бы в него привели и воспитывали до того времени, пока была такая возможность. В любом случае, да, если речь идет о детях и о здоровье нации, то, конечно, тут нужно делать и решаться на серьезные шаги. А что вот эти 14 проектов, насколько я понимаю, там материальности из них 13, то есть будет возводиться новое здание, один это 12, да, а две это проекты... Это скорые помощи и реанимобили, один проект, и второй... И Приднестровский госуниверситет, электронная библиотека, да? Да, электронная библиотека и выведение на новый информационный уровень инфраструктура университет. Что они значат для городов и районов, которые будут возведены? В целом для Приднестровья, как для небольшого региона, все-таки характерно районирование, да, то есть мы все равно делимся на 7 различных районов. И то, что принято решение одновременно запускать объекты в различных районах, тоже вызывает у нас такой здоровый оптимизм. Потому что, во-первых, безусловно, пойдут новые рабочие места в тех городах и районах, в которых начнется строительство. Потому что мы можем точно и четко сказать, что, допустим, для Рыбницы, для Террасполя начало строительства трех больших четырех объектов это уже значительный стимул для развития строительной индустрии. Кроме того, безусловно, предусматривается использование наших местных ресурсов и природных ресурсов, и тех материалов, которые производятся здесь. Поэтому те предприятия, которые производят, например, металлопрокат или какие-то строительные блоки, из которых можно сооружать здания и сооружения, или занимаются добычей полезных ископаемых, таких как цемент, гравий, которые идут на строительство, они, безусловно, тоже получат новые заказы. Соответственно, и там идет стимулирование развития экономики. Кроме того, параллельно идет процесс подготовки кадров. Вот в чем особенность еще этого проекта с российской стороны, что параллельно выстраивается и система подготовки высококвалифицированных кадров, которые будут работать в этих учреждениях. Но что касается школ и детских садов, предположим, кадры есть, а если говорить о больницах, то параллельно ведется подготовка, и будет вестись подготовка, и главврачей, и специалистов по узким профилям, которые будут работать на суперсовременном технологическом оборудовании. То есть это как переподготовка, получается, специализированная, потому что, в принципе, за полтора года новых специалистов не вырастешь, это просто... Повышение квалификации и узкая специализация в том или ином направлении. Потому что, если, предположим, планируется открытие лучевой терапии, и будет поставлен суперсовременный аппарат, на котором необходимо работать, значит, нужно пройти соответствующие курсы и подготовить целых несколько бригад по работе на данном оборудовании. Ну, кроме того, нужно говорить о том, что наша строительная индустрия на сегодняшний день не обладает специалистами во всех направлениях. Вот я хотела спросить, сможем ли мы потянуть те объемы? Мы отвыкли от них? У нас не было давно такого масштабного строительства во всей республике, и есть ли у нас уже кадры для этого? Поэтому, на наш взгляд, выбрана тоже оптимальная модель реализации. То есть основным генеральным подрядчиком будет крупнейшая строительная компания Российской Федерации, но это не означает, что она привезет сюда своих рабочих. То есть субподрядчики и исполнители основных работ будут строительные компании Приднестровья, которым придется, конечно же, продемонстрировать свои ресурсы, и трудовые ресурсы, и технические ресурсы. Они пройдут экспертную оценку в самое ближайшее время, и будут определены в каждом городе и районе те строительные компании, которые смогут принимать участие в возведении данных объектов. Но по нашим скромным прикидкам, скорее всего, все имеющиеся будут задействованы, потому что, на самом деле, ни для кого не секрет, что не так уж много мы строим в год объектов, и не так много сдаем. Можете сказать какую-то цифру? Вот примерно вы видите, сколько человек нужно будет? К сожалению, я не специалист в этом направлении, но представитель евразийской интеграции, которая находится сегодня в городе, и представительство, оно евразийская интеграция, которая здесь открыта, в которой в ближайшее время прибудут еще высококвалифицированные специалисты, как раз и занимаются экспертизой, анализом всего. От логистики доставки грузов, которые все-таки будут необходимы, потому что сборка, например, высокотехнологичного медицинского оборудования, оно не стоит нигде на заводах и ни в выставочных залах, и в магазинах не продается. То есть его нужно заказать, и его в течение 3-6, иногда 7 месяцев соберут для наших медицинских центров. Поэтому, начиная вот от этих направлений и заканчивая экспертной оценкой того, что мы на сегодняшний день имеем из природных ресурсов, из материалов, из строительных материалов, какие возможности по предоставлению данных, материалов, по трудовым ресурсам у нас. Все это делается уже, вот в ближайшее время будет закончено и, в принципе, приступим к следующему этапу. Ну, я так понимаю, что мы тоже чем можем, чем помогаем. Таможенный комитет уже объявил о том, что он будет пропускать необходимые для этого строительства товары и грузы без пошлины. То есть мы стараемся максимально тоже принять этому участие и не подвести российских наших. Конечно. Кроме того, все наши ведомства и главы государственных администраций абсолютно в оперативном порядке выделяют землю, которую необходимо под строительство данных объектов, будут содействовать в подведении инфраструктурных каких-то моментов. То есть, что касается газа, воды, света, я думаю, что наши предприятия тоже будут готовы оказать помощь. Ну, буквально в ближайшее время на среду назначено совещание, большое совещание по тому, что уже мы должны делать для того, чтобы подготовиться к очередному приезду наших российских коллег и что подготовить, чтобы мы успевали за теми темпами, которые определены. Они уже расписали? Есть какие-то пошаговые реализации этой программы? Да. Пока на ближайшее время мы точно знаем, что в течение двух недель будут определены окончательно предприятия-подрядчики по проектированию данных объектов и начнутся работы по обследованию площадей, которые выделены и строений, которые подлежат сносу, потому что нужна и геодезическая съемка, и экспертиза территории близлежащей, и экспертиза архитектурной инфраструктуры городов и районов, потому что при планировании возведения тех или иных объектов наши российские коллеги внимательно изучают и архитектуру города, в котором будет построен тот или иной объект, потому что этажность здания, его внешний вид должен зависеть и интегрироваться в самую архитектурную форму того или иного города. Поэтому вот эта вот работа будет проведена. Ну а через месяц планируется обнесение всех потенциальных строительных площадок огораживанием, заборами или специальными сооружениями, и есть надежда, что мы увидим уже, как это принято сегодня в Российской Федерации, в Москве, на этих заборах будут вывешены проекты тех зданий, которые будут сооружены. То есть все будут понимать, что будет здесь строиться, и в какие сроки будет сдано, и кто будет выполнять эти работы. Замечательно. Мы говорим о первом этапе. Понятно, что как бы тут еще только начать, как говорится, и кончить, но тем не менее хочется уже заглянуть чуть дальше. Все-таки есть этот второй этап и вообще последующий этап, и что в них можете немножко раскрыть? Есть надежда, что сюда евразийская интеграция пришла не на один год, не на полтора, не на два. Но я думаю, что все будущие этапы и развитие данной программы, данного проекта, будет зависеть от того, насколько успешно будет реализован первый. Поэтому, конечно, сейчас от нас, от всех, зависит, насколько мы мобильны будем, насколько мы сможем соответствовать тем ожиданиям, которые наши российские коллеги возлагают на нас. Я думаю, мы справимся. Мы не то вытаскивали. Спасибо, Наталья Григорьевна, за то, что пришли, рассказали. Очень интересно было все это послушать. Конечно, понятно, что на плечи вас и ваших коллег легла дополнительная нагрузка, но это тот случай, наверное, когда эти хлопоты, они приятны, они позитивны, потому что, когда видишь, что это реализуется, это вселяет оптимизм, это, конечно, здорово, удача, терпение. Всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо. Мы надеемся, что телевидение Приднестровья будет активно и постоянно освещать реализацию данного проекта, для того, чтобы у граждан было меньше вопросов, и у всех было больше возможности познакомиться с тем, что и как происходит. Обещаю. Спасибо. Это была программа «В центре» о первых практических шагах по реализации долгосрочной программы помощи Приднестровью Российской Федерации. Мы беседовали сегодня с заместителем председателя правительства по социальной политике Натальей Никифоровой. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова